От героя до коллаборанта. Как Савченко прошла путь от политзаключённой до Надьки-миномётчицы? И сколько ещё политиков затащит водоворот дела Рубана? Яд преткновения. Может ли отравление бывшего разведчика в Лондоне привести к новой холодной войне? И кто в неё будет втянут? Выбоины по весне считают. Почему вместе со снегом даже с новых дорог сходит асфальт? И когда у нас научатся укладывать морозостойкие покрытия? Подзвон монет. Зачем НБУ отказывается от мелких бумажных банкнот? И не является ли это предвестником ещё большей инфляции? Добрый вечер. Это подробности недели. Недели долгожданных отставок, скандальных назначений и таких обвинений, которые, наверное, ещё долго будут определять содержание главных политических новостей. Причём не только в Украине. Вот обо всём этом поговорим сегодня. Ну, а начнём с Надежды Савченко. В прошлом политзаключённой, а в будущем, возможно, просто заключённой. Вот уж чего от неё никто не ожидал, так это того, что она может попасть под суд ещё и в Украине. После всего того, что с ней случилось в России. Да ещё и по такому обвинению. Подготовка военного переворота, теракт в самом центре Киева, стрельба из миномётов по Верховной Раде. Как Савченко дошла до жизни такой? И чем прокуроры подкрепляют обвинения против неё, напомнят мои коллеги. Слава Украине! Здравствуйте! Здравствуйте! Её освобождали из российской тюрьмы всем миром. Наде в войу! Наде в войу! За пламенными выступлениями Надя у вышиванки в Ростове следила вся страна. Водила шина, ва-ла-ла-ла, там наша рота стоила, там наша рота стоила, там наша рота стоила. В её поддержку люди собирались на митинги, а политики на Савченко делали ставки. Президент заочно наградил пленницу орденом за мужество, а Батькивщина даже провела Надежду в Верховную Раду первым номером в избирательном списке. И вот она вернулась 25 мая 2016-го. Неожиданно и резко. И за эти два года Надежда Савченко из героини превратилась в одиозного политика. Прославилась скандальным законом Савченко и не менее неоднозначными высказываниями. Её обвиняют в коллаборационизме и подыгрывании врагу, а некоторые даже прямо называют агентом Кремля. Но в последние две недели Надю просто уносит водоворот скандала. А началось всё с Рубана. Офицера, бывшего переговорщика по обмену пленными. Его поймали и на том, что он якобы контрабандой вёз оружие с неподконтрольной территории и обвинили в подготовке теракта. На защиту Владимира Рубана сразу встала Надежда Савченко. В СБУ очень заинтересовались и ею. И даже вызвали на допрос. Но Савченко оказалась за границей. Вернулась и сразу стала главной героиней новостей. Пока она общалась со следователями службы безопасности, в парламенте Юрий Луценко с трибуны оглашал обвинение. У следствия есть незаперечные доказы того, что Надя Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично распорядовала указки про то, как провести террористический акт тут, в этом зале, снищивши боевыми гранатами дві ложи урядовую и посадовую, минометами обрушивши купол Верховной Рады и автоматами добиваючи тех, кто выживет. По словам генпрокурора, преступление Савченко планировало вместе с Рубаном. Луценко призвал привлечь ее к уголовной ответственности, лишить неприкосновенности и арестовать. Но сперва добро на это должен дать регламентный комитет, а потом депутаты. А пока надежду исключили из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Звинувачение в подготовке військового державного перевороту и також в замахи на владу – это хорошие звинувачения. Я знаю, что сейчас есть очень много воинов, которые меня слышат, которые абсолютно согласны с точки зрения, что воиновный переворот в Украине – это достаточно очевидная и, наверное, достаточно правильная подия. Мне не страшно. Как никогда не было, так никогда и не будет. После СБУ Савченко пришла в Верховную Раду, но ее вывели из зала, заподозрили, что у нее с собой гранаты и пистолет. Оружие, правда, не нашли, но осадок остался. А вот новый виток скандала будет уже на следующей неделе. Ведь в четверг нардепы должны решить депутатскую судьбу Надежды Савченко. Ольга Теребинская, Наталья Шумакова. Подробности недели. Телеканал Интер. Итак, следующая пленарная неделя может стать неделей Савченко. Ну, если представление о лишении ее неприкосновенности, Верховной Раде рассмотрят оперативно. Пока планируют ключевое голосование на следующий четверг. И планы эти могут осуществиться. Все-таки и единодушие по Савченко в коалиции есть. Сама же коалиция как будто ожила. Пусть и ненадолго, всего лишь на один день. На этой неделе депутаты из провластных фракций наконец-то решили не обманывать друг друга и проголосовали за кадровые вопросы. Месяцами обсуждали, как голосовать, в каком порядке и по какой процедуре, чтобы получился результат. И вот, наконец, собрали заветные 226. Как это все получилось и чего ждать после новых назначений, знает моя коллега Екатерина Лысенко. Почти год Национальный банк был обезглавлен. Полномочия омбудсмана Валерия Лутковская стекли в апреле прошлого года, а счетная палата напоминала бутафорию. Но вдруг все изменилось. В четверг началась большая раздача портфелей. Главные бои за должности велись между двумя фракциями коалиции БПП, в составе которого депутаты Ударовцы и Народным фронтом. Мы поделили между собой удар Рахункового палата, омбудсмена, соответственно, Фронтзмин и Национальный банк БПП. Но, как на меня, это такой политический дребан, это не политические коалиции. На самом деле, вопрос, что Валерия Пацкана, что Денисовна, что говорится там минимум пів года, то и год. Позиции всех были поняли. А на самом деле, было вопрос, что процедуры. Две фракции заявляли о своей готовности поддержать кандидатов, но риск, что кто-то нарушит слово, сохранялся до последнего. Поэтому за очередность голосования бои развернулись куда более шесточенные, нежели за само голосование. Народный фронт наполягает на другом порядке. Они хотят сначала голосовать омбудсмена в Рахунковую палату, а тогда переходить до Национального банка. Наша позиция сначала за Смолія. Это было решение фракции, которое поддержало большинство голосов пана Смолія на посаду главы Национального банка. Но еще раз повторю, для средств массовой информации, для тех, кто расширяет численные фейки в кулуарах, стосовно каких-то торгов, парламент не базар. Явно не было доверия в коалиции, потому что они очень боялись, что одна из сторон друг кружку кинет. Они очень так четко, последовательно выстраивали обмен там от Рахунковой палаты, Национального банка и омбудсмена. Но уже в полдень. Похоже, недоверие оставили в кулуарах, а в зал вынесли четкую последовательность. Депутатов под куполом полный зал и впервые за последние месяцы здесь пока еще глава Национального банка Гонтарева. Потому что рефомы сделаны. За 10 месяцев отпуске вы чудово выглядите. З чем я вас и витаю. На жаль, не так чудово выглядят гривня, за стабильность которой вы мали честь, с которой не справились. На жаль, отвечать. На момент вашего призначения, 19 червня 2014 года, курс гривни до доллара был 11,8. Менше 12 гривен. Сегодня, когда вы святаете про свои успехи, курс за 26 гривен. А бывали моменты, когда доходило 30 с гаком. Это людей наиболее хвилюет. Или не обосцениваются их копейчане зарплаты и пенсии. Вот что мали бы вы выйти людям сказать. Гонтарева пришла просить не поддержки, а увольнение. Депутаты согласились с конституционным. Большинство проголосовали за отставку и принялись обсуждать нового главу Нацбанка. Ревень его освіти однозначно позволяет сделать эффективное управление Центробанком Украины. Наша мета неизменна. Первое. Сбережение ценовой и финансовой стабильности. Сприяние экономическому взрослению. Интеграция украинской финансовой системы до европейской. Хоть и не так единогласно, но депутаты все-таки усадили Смолия в кресло главного банкира. 247 зам. Решение принято. Вітаю вас, Яков Васильевич. Бажаю вам успеху. Следующий на очереди омбудсмен по кодному дележу должность отошла фронтовикам. И здесь главные дискуссии были, как голосовать. Открыто или тайно. Я лично считаю, что голосование за УПВР «Людини» должно было происходить в закрытом режиме бюлетенями. Я считаю, что мы приняли все для того, чтобы все голосования в Раде были открыты. В итоге проголосовали в открытую. Мы выходим из того, что все люди створюются равными и наделены певными, не вычуживанными правами. И защищать их права – наш обовязок. Разраховываю на вашу поддержку. 280 голосов за Денисову. Заготовленные цветы и поздравления. Народный фонд потерял депутата, но в стране появился омбудсмен. Дальше третье голосование за главу и членов счетной палаты. Кандидат от БПП «Удара» Валерий Паскан. Я обещаю вам, что новый орган будет взятовать вас в парламенте. Я обещаю вам, что все переверки, которые будут проведены, будут взятованы на этой трибуне. Я надеюсь на вашу доверие, на вашу співпрацю. И дякую за доверие. И витаю всех членов рахунковой палаты с обранням. Так же быстро и так же результативно БПП лишился нардепа. Зато страна получила действующую счетную палату. Если бы действие руководство Украины не поддерживалось европейских принципов, то рахунковая палата должна быть под контролем оппозиции. Потому что это тот инструмент, которым оппозиция может контролировать владу через контроль использования государственных финансов. Почти все запланированные на эту неделю кадровые вопросы нардепы утвердили. Но скоро уже следующая битва за центр избирком. А значит и новые торги, и новая порция недоверия. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. Кстати, стоит обратить внимание на один из моментов выступления Якова Смолья Верховной Раде. Вдумайтесь. Смолей сказал, что запустить экономику в нашей стране просто не получится, пока депутаты не проголосуют за несколько законопроектов. Он даже их перечислил. Интересно, правда? Выходит, что человек, которому теперь предстоит принимать главные финансовые решения в стране, легко и просто заявляет, что экономика у нас все еще на дне, вот конкретно из-за депутатского саботажа. Звертаюся до вас, шановные народные депутаты. Подтримайте проекты законов, что допоможут наповнить экономику кредитными коштами. Это проекты законов, что до восстановления кредитования, что до деятельности с управлением заборгованностью. В разе затверждения этих изменений мы сможем запустить экономику и полноценное кредитование станет возможным уже в наступном году. Стоит ли уточнять, что этих законопроектов у депутатов пока в планах нет и может не быть еще несколько месяцев? А экономика? Ну, видимо, экономика опять подождет. Любопытно, что и дипломатам приходится специально обращаться к Верховной Раде с просьбой проголосовать за документ, без которого невозможна реформа дипломатической службы. Причем это не какой-то рядовой дипломат, а посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. На своей странице в Фейсбуке он напомнил депутатам о реформе дипслужбы. И, несмотря на это, у коалиции не нашлось времени или просто желания, чтобы выполнить его просьбу. Впрочем, первый вице-спикер Ирина Герасченко объяснила это тем, что вчерашний день в парламенте оказался уж слишком загруженным и пообещала, что на следующей неделе депутаты все-таки вернутся к законопроекту о дипслужбе, который просил поддержать Чалый. Но вот можно ли верить даже такому публичному и конкретному обещанию? Приведу простой пример. Госбюро расследований. Этот многострадальный украинский аналог американского ФБР, который не могут запустить в работу уже лет 20. Стоит поговорить о нем подробнее. Потому что Госбюро опять оставили без необходимых поправок. То есть, по факту, Бюро просто не сможет полноценно заработать до конца этого года. Еще в прошлом году после своего назначения, Роман Труба, первый директор Бюро, попытался привлечь внимание политиков к изменению профильных законов. Для того, чтобы ГБР все-таки заработало. Ведь мало того, что действующие нормы противоречат друг другу, так еще они и усложняют набор сотрудников в бюро. Прошло уже 4 месяца, а ВОЗ и ныне там. Почему эта тема действительно важна для Украины, и что хотят изменить в законах для Госбюро, напомнит наша справка. По американскому образцу, но в украинском исполнении Государственное бюро расследований, которое окрестили отечественным ФБР, существует только на бумаге из-за депутатских проволочек. Парадокс, но государственный орган просто не может заработать по закону. История создания бюро расследований тянется уже 20 лет. Активизировалась в 2012-м, после принятия нового криминально-процессуального кодекса. Но затем процесс опять заглох до 2016 года, когда вступил в силу закон про ГБР. Именно бюро должно вести судебное следствие вместо прокуратуры. В его компетенции ВИП-дела. Криминальное производство против премьера, министров, руководителей государственных органов, генпрокурора, спикера парламента, антикоррупционеров, судей и правоохранителей. На все про все нужен штат в полторы тысячи человек. Пока в бюро работает четыре. Вместе с директором Романом Трубой. На этой неделе даже объявили конкурс на 219 должностей центрального аппарата. То есть на вакансии руководителей. А вот набрать оперативников пока не могут. На этой неделе в зал внесли три законопроекта с поправками. Технический, Кабминовский и авторство депутатов. В техническом были уточнения по структуре бюро и его руководителям. В правительственном в число субъектов следствия внесли руководителя на ПК. Судей Конституционного суда и Высшего совета правосудия. А в депутатском варианте, кроме всего прочего, хотели расширить полномочия ДБР. Например, разрешить самостоятельную прослушку, чтобы просто убрать коллизию из действующих законов. Например, закон о госбюро относит этот орган к числу тех, которые могут заниматься оперативной работой. А вот закон об оперативно-розыскной деятельности ни о каком таком госбюро не говорит. Но в итоге провалили все три законопроекта. Отправили на доработку. И опять пообещали принять в ближайшее время. То есть, возможно, никогда. Кстати, поскольку законопроектов для ГБР в парламенте несколько, мы попросили самого Романа Трубу прокомментировать, какой из них народным избранникам стоит поддержать. Вот что директор госбюро нам ответил. Законопроект, внесенный группой народных депутатов и законопроект, внесенный от уряда, в абсолютной большинстве нормы, в абсолютной большинстве нормы являются похожими. Не впечатлило депутатов на этой неделе и угроза коллапса всей правоохранительной системы. То, о чем с редкой солидарностью говорят представители прокуратуры, полиции и новых антикоррупционных органов. Уже сегодня вступили в силу принятые осенью новации в уголовно-процессуальном законодательстве. Например, заработала государственная монополия на экспертизы. Теперь все они должны проводиться только в одном институте. Вдобавок к этому, даже чтобы формально установить причину смерти, придется обращаться к следственному суде за решением об экспертизе. Следственные органы вынуждены будут работать с судами только, так сказать, по месту прописки. Вот в один из Шевченковских районных судов Киева должны будут теперь ходить сотни следователей полиции, фискальной службы, СБУ, ну то есть всех органов, территориальные подразделения которых юридически зарегистрированы в этом районе столицы. Вот представьте себе эту очередь исследователей. И то же самое в остальных регионах. Депутаты предлагали откорректировать эти и другие сложно выполнимые процессуальные нормы, но голосов для такого решения в зале попросту не нашлось. Ну а вот теперь давайте обсудим уходящую политическую неделю и попробуем спрогнозировать события следующих семи дней с нашими гостями. Это Александр Ирич Медирова и Владимир Фисенко. Сегодня в гостях у подробности недели, за что вам большое спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, неделька выдалась бурная, согласитесь. Я, кстати, еще в начале недели не думал, чтобы она будет такой насыщенной политически. Нам есть о чем поговорить. Первый вопрос к вам обоим. Вы верите, вот честно, что Надежда Ставченко готовила военный переворот в стране? Для начала хочу отметить, что это не бурная неделя, это бурный четверг. Потому что судя по вторнику, когда не смогли принять даже повестку дня, несколько раз говорила о том, что контрпродуктивная работа. Здесь он нам в зале и нечего ждать каких-то глобальных прорывов. Кадровые распасы, которые произошли, мы увидели, они тоже готовились не один день и даже не один месяц. Соответственно, это уже дожималось до последнего. И на все болевые точки нажали, чтобы состоялось. А глобально ситуация по Надежде Ставченко перебила часть информационных поводов. Еще как перебила. Еще как перебила. Это ситуация по НБУ, отставка Гонтаревой. То, что ее отпустили, наконец-то, отчет, Смолиев. Мне казалось, что это станет, наверное, пиковой точкой, максимально интересной. Дополнит, конечно, эмбудсмены, счетная палата. Но в целом, вот это будет главной топ-новостью. Но тут мы видим, что не так сталося, как гадалось, как кажутся украинскому. Поэтому удивила во многом ситуация. Причем, наверное, даже не так сама Савченко, как рассказ о том, что готовилось. Мне кажется, что таким хедлайнером стал Юрий Витальевич Луценко. Именно по его версии начали разворачиваться события. И вот так уже то, что мы знаем на сегодняшний день, и до сих пор разворачивается. Потому что версии множатся, плодятся. Какие-то детали появляются. Я думаю, что это еще не финал. Владимир, вы верите, и ваш прогноз сразу же. Закончится ли это дело судом? Или, как всегда, все неоспоримые доказательства у нас закончатся большим пшиком? Кстати, я скажу, что бурная неделя еще не закончилась. Нас ожидает интересное воскресенье. Акция. И, кстати, а Савченко... Вот для меня интрига, выйдет ли Савченко на трибуну этой акции. И к чему она там будет призывать, если выйдет. Но это такой небольшой квази-анонс. Вы работаете промоутером, а с Савченко, я не могу понять. Нет, я не работаю промоутером, но такая интрига, я думаю, существует. До суда дело дойдет? Что касается самой вот этой истории, я вполне допускаю. И вот почему. Психологический фактор. С одной стороны, и Рубен, и особенно Савченко, это люди, склонные к различного рода авантюрам. Савченко, это человек войны. Для нее война, неважно где, в Ираке, на Донбассе, война против Путина или против Порошенко, это состояние души. Она хочет, готова воевать. Поэтому мало кто удивился, когда появилась информация о гранатах в сумке Верховной Раде. Ну и так далее. Дойдет ли дело до суда? Вопрос, когда и чем это закончится. На этот вопрос пока ответа нет. Потому что есть даже дилемма. Арестовать Савченко, задержать ее, это сделать из нее жертву. Потому что юридически в этом будет необходимость после всех выдвинутых обвинений. А вот политически это создает определенные проблемы для нынешней власти, еще дополнительные проблемы. Поэтому, скорее всего, это дело будет двигаться, но очень медленно и под деформированным влиянием предвыборной ситуации. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Александра, вы сказали о кадровых пассиансах, которые готовились, конечно же, все мы знаем, несколько месяцев. И вот в один этот четверг они выстрелили. Цена вопроса была омбудсмен, глава счетной палаты, глава Нацбанка. Это была все-таки разовая акция, вы думаете? Или может быть шанс на конструктивную уже наконец-то работу в коалиции? Ну, скорее пробный шар, действительно, по кадровым вопросам. Тем более поймите, что все эти назначения позволяют закрепиться на важных, скажем так, портфельных вопросах. На еще один цикл политический. Потому что омбудсмен на 7 лет избирает за счетная палата. Точно так же. То есть, вполне возможно, что Рада будет смениться, а эти кадры останутся. Еще очень интересный момент, это как раз неприкосновенность наших народных депутатов. Потому что, мне кажется, что все более важным становится вопрос, может, стоит снять неприкосновенность не только с отдельных взятых депутатов-нарушителей, а и со всех депутатов, судей, президента. Такая инициатива звучала на этой неделе. Ее и поднимали и на Согласительном Совете, и с трибуны. Поднимали представители оппозиционного блока. Я думаю, что это тоже станет одной из топовых тем. Но мне кажется, что пока Рада 8-го созыва не готова к таким решениям, хотя оно уже назрело. Я напомню, законопроект о снятии, точнее, ограничении депутатской неприкосновенности, он сейчас находится в Конституционном суде. После того, как Конституционный суд даст свое заключение, Верховная Рада уже на этой сессии должна голосовать во втором чтении. Интрига будет в том, а будет ли 300 голосов. Вот в этом уверенности нет. Но на самом деле, я думаю, что это действительно будет одна из тем, особенно в контексте истории и с Савченко, и с Бакулиным, и там целым рядом других депутатов. Я думаю, что вокруг этой темы будет большой общественный резонанс. Смотрите, несколько месяцев подготовки к вот этому кадровому пассианцу решили только три вопроса. У нас уже такая очередь законопроекта в Верховной Раде накопилась, что нужно работать, я даже не знаю, с тахановскими темпами днем и ночью, чтобы все успеть принять до конца хотя бы этой сессии. Как вы думаете, торги по каким вопросам сейчас идут? Чего можно ждать? ЦВК в первую очередь, тем более, давайте забывать, что 13 вакантных позиций, и это голосование по каждому отдельно. Вполне вероятно, что это целый рабочий день, а может быть даже и два. И не факт, что выберут всех 13 членов. Вполне возможно, что останутся какие-то даже вакантные позиции, так как они являются дискуссионными. Плюс непонятно, насколько полным будет представлено все депутатские группы и фракции, потому что, знаете, до сих пор остается интрига, смогут ли часть фракции предоставить своих представителей. Вот, допустим, в Батьевщине дали оппозиционный блок пока тоже не представлен. Посмотрим, как это будет, потому что оппозиция тоже должна быть представлена. Опять-таки, ЦВК тоже на 7 лет избирается, это тоже может быть важным для следующего избирательного цикла. Владимир, Смолей наконец-то стал главой Нацбанка, после 10 месяцев убрали ему приставку ИО. Он сказал в своей речи, я только что зрителям об этом напоминал, о том, что без важных законопроектов, которые зависли в Раде, экономику поднять нам не удастся. Как вы думаете, есть ли шанс у нового главы Нацбанка на тесное сотрудничество, главное, плодотворное с парламентом в этом вопросе? По крайней мере, депутаты у нас об этом нигде не говорят. Ну, одно уточнение, задача Нацбанка все-таки не поднимать экономику, а обеспечивать финансовую стабильность в стране, экономикой занимается правительство. Но одна из главных их задач возобновить кредитование, без которой на нашей экономике, согласитесь, крышка, скорее всего. Кстати, президент напомнил сегодня, что желательно было постепенно снижать учетную ставку, поэтому, да, эта задача актуальна. Что касается сотрудничества Нацбанка с парламентом, некоторые из депутатов, которые выступали при представлении Смолия, они говорили, что сейчас ситуация, ну, когда он был исполняющим обязанности, стала лучше, чем при Гонтревой. Ну, у Гонтревой возникли конфликтные отношения с очень многими депутатами, различными депутатскими фракциями, группами, наверное, это мешало. Смолий настроен более конструктивно. То есть есть надежда на то, что он станет более компромиссной фигурой, да? Да, и он очень осторожный, он очень осторожный, да, но он понимает, что его судьба зависит от депутатов, поэтому он будет сотрудничать. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Александр Ильич Медилов, Владимир Фисенко отвечали на мои вопросы. Еще одна новость этой недели, которая, по всей видимости, напрямую связана вот с такой политической ситуацией в Украине. Вчера, наверное, все украинские СМИ сообщили, наша страна в этом году еще ниже в глобальном рейтинге счастья. 138 место из 156 возможных. И тут очень интересно. Если судить по этому рейтингу, ситуация в Украине сопоставима с положением в таких африканских странах, как Тога или Судан. Но, если судить объективно, просто глядя на то, что нас каждый день окружает, вот именно до африканских стран нам еще падать и падать, конечно. Но почему же тогда рейтинг такой? Наверное, стоит сказать, что столь сильное ощущение несчастья возникает, главным образом, из-за обманутых ожиданий. По этому показателю наше общество среди лидеров в мире. Такое вот неприятное лидерство. И виновники тут, по большому счету, именно наши родные политики. Это подробности недели. И вот о каких темах мы будем говорить далее в нашей программе. Выбоины по весне считают. Почему вместе со снегом даже с новых дорог сходит асфальт? И когда у нас научатся укладывать морозостойкие покрытия? Подзвон монет. Зачем НБУ отказывается от мелких бумажных банкнот? И не является ли это предвестником еще большей инфляции? Яд преткновения. Может ли отравление бывшего разведчика в Лондоне привести к новой холодной войне? И кто в нее будет втянут? Впрочем, бывают от политиков и хорошие новости. Вот они все-таки нашли время, чтобы хоть немного облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Теперь таким людям уже не придется формально подтверждать после какого-то срока наличие инвалидности. Как эти новые правила будут работать? И удастся ли, наконец, сломать коррупционные схемы? Выясняла Павлина Василенко. У Юрия неизлечимое заболевание, а пластическая анемия. Через несколько месяцев мужчина уже в третий раз должен пройти врачей и явиться на медико-социальную экспертную комиссию, которая в который раз решит, продолжать ли ему инвалидность. В основном смотрят на показатели крови. То есть, если им кажется, что показатели стали лучше, но они все равно не дотягивают до нормы, то они могут смотреть, что призначит мне в третий раз инвалидность или не призначит. Но до комиссии еще дойти нужно. А собрать все справки без вреда для и без того подорванного здоровья не каждый сможет. Дарину несколько дней подряд гоняли из кабинета в кабинет и из больницы в больницу. Вы сидите в очереди, это нужно очень хорошо так постараться у нас, конечно. Я вот находилась, у меня теперь лимфоузел тянет. Свое особое состояние каждый год должны доказывать все инвалиды, даже люди с ампутированными конечностями. Особенно это возмущало ветеранов АТО. Но на этой неделе депутаты решили упростить процедуру. Но даже несмотря на эти положительные нововведения, оформление инвалидности у нас в сфере с особыми потребностями. Это бюрократические лабиринты. И чтобы пройти их, нужно время и терпение. А еще в них легко расставляют коррупционные капканы. Ну, у меня запитывали члени комиссии цієї, в яких умовах я мешаю, яка у меня квартира, чи є у меня автомобиль, який мій дохід. Ну, коррупционные риски, вони є, і на рівні лікарей поліклініки є такі ж риски на рівні самого МСЕКу. Тому що там три члени цих комісій, вони зазвичай, були випадки, що вони домовлялися з людьми і оформлювали липові інвалідності. Ліпові інваліди – явление в українських реалях довольно распространенное. Ведь справка дает многие возможности. Целый ряд привилегий и льгот, і захисту від наказання. Скільки стоїть купити липу, сказати сложно. Це – тисячі гривень. Все зависит от групи. А вот торгують диагнозами і врачи в поліклініках, і работники медкомісій. Лазейка для профиндейів і для мошенників. Понимаєте, це така лазейка. І саме страшне, що прикупити себе групу інвалідності не против дуже багато здорових українців. Від так жити комфортніше. С льготами на оплату квартири, на проїзд в транспорті і добавкою доходу. Ідет виплата до держави, либо війну інтернаціоналісту, либо, скажімо, учасників АТО, от 200 до 360 тисяч единоразово. Плюс квартири, земля, льготы, і все, як би, їм все це положено. В Днепре за последні годи количество афганців виросло в три раза. Хоча і війна эта закінчена лет 30 назад. Але у всіх один діагноз – контузія. Це насторожило поліцію. Якщо в 2012 році первично було освидетельствовано 50-70 тисяч, то вже в 2016 році їх стало 150 тисяч. А в 2017 році, коли працювали правоохранительні органи, опять якимось образом снизилася інвалідність до 50 тисяч. Так нельзя, тому що, ну, дійсно, назначають, кому не попадя, що називається. А люди, котрим дійсно положено, вони приходять, а там схема, там треба грошей. В 5-й медико-соціальній комісії Днепра, де предположительно штамповали липові афганські статуси, правоохранители проводять проверку. Сама МСЭК вот уже два місяці не работает. Главврач і троє членів комісії дружно ушли на больничний. А часть дел пацієнтів, які розсматривалися здесь, із'яли. Із-за цього боец АТО Денис, як і його побратимі, попав в ловушку. Он не змог вовремя продлить свою групу. Денис обратился в другу комісію. Дякую серію прописують чаток. Отказали полностью, вони не можуть поехати забрать. Моє оригінальне діло в услі чого? Діло просто потеряло. Якщо людина не успеває вовремя пройти переобслідовання МСЭК, він лишається автоматичної лігоди. Нові зміниними должны уменьшити количество медицинських кругів, які необхідно пройти для получення положених законам помощі. Але все ж главное – убавити і корупційні аппетити тех, хто вдає справки. Павлина Василенко, Елена Миндалюк, Василий Миновщуков, Виталій Коваленко. Подробності недели – телеканал «Интер». Не перестає удивлять «Нафтогаз». Компания объявила торги почти на 200 млн гривень. Звучит вроде бы нейтрально. Все-таки «Нафтогаз», многомиллионные сделки, такие решения для них привычны, но судите сами, за эти деньги победитель торгов должен сделать для «Нафтогаза» фактически то, что по идее должны делать его руководители. Вот просто перечисление условий. Обеспечение эффективного управления проектом трансформации сфер деятельности группы «Нафтогаз», поддержка в выборе подхода и операционных планов по оптимизации активов, управление проектной интеграцией, рисками, качеством и сроками в процессе выполнения договора. Вот если все это должен делать победитель торгов за десятки млн гривен, то за что тогда получает свои деньги менеджмент компании? И деньги, кстати, немаленькие. Кабмин обещает масштабный аудит украинских дорог. Особенно внимательно отнесутся к тем участкам, которые строили или ремонтировали в прошлом году, и которые в этом году снова в ямах. Ну а шутки об асфальте, который сходит вместе со снегом, не теряют актуальности. Сколько в нашей стране проблемных трасс? Сколько денег из своего кармана каждый украинец платит на содержание дорог? И почему эти деньги исчезают в бесконечных дырах? Выясняла Евгения Коваленко. Да, по новым технологиям кладут асфальт. Технология заброски ямы в колючок. Никакая погода ямочному ремонту не помеха. Смесь бросают прямо в лужи и грязь. О наших инновационных технологиях уже давно сочиняют анекдоты. И даже хит-парады видеороликов составляют. Двупаший дождь, роблять дорогу. Дождя нема, не роблять дорогу. Она заставит. Рецепт ремонта по-украински прост. Несколько миллионов бюджетных денег, немного песка, битума и щебеня. А еще немного грязи. Гарантия на несколько дней. Результат – неизменные дыры в бюджете и на дорогах. Особенно зияют они сейчас, весной. Асфальт традиционно растаял вместе со снегом. И на дорогах остались сплошные дыры. Но есть и плюс. Они стали скоростными ограничителями. Ведь по таким дорогам, хочешь не хочешь, больше 50 не разгонишься. Вот, смотрите. Глубина по щиколотку. Но что для одних беда, для других заработок в столичных автосервисах – аншлаг. Только в этом за несколько недель количество клиентов увеличилось в три раза. Выходят из строя саленблоки, шаровые, амортизаторы, ну и в большей степени стабилизатор. Если защита не железная, а пластмассовая, то по нашим дорогам отлетает пластмасса. Гнутся тормозные диски и режутся шины. В среднем ремонт ямочной поломки обходится водителю в сумму от 1 до 6 тысяч гривен. Роман влетел на 5 тысяч. Вот это результат его езды по весенним дорогам. Говорит, попал в западню. С одной стороны выбоина, с другой – ремонт коллектора. На спуску, яма, машина подстрибывает и просто лягает, одно колесо на бік лягает и все. Ну, прямо на дороге, на ходу. Повезло, что это было правое колесо и справа не было машин. Обошлось без ДТП, просто ремонт машины. В таких случаях можно подавать в суд на Украфтодоре, требовать возмещения ущерба. И в Украине даже выигрывали такие дела. Хотя это очень непросто. И не каждый водитель готов пройти весь судебный путь. Я больше часа втрачу на судовую беганину, чем на ремонт. Анна уже дважды за зиму ремонтировала машину. Однажды ночью не заметила большую яму на дороге. Ну, вот последствия дорог Украины. Вот одно, вот другое, вот третье. Это все за один раз одна очень глубокая яма. Так как мне сказали, ремонту уже ни колесо, ни диск уже не подлежит. С тех пор инструменты у нее всегда под рукой. Ведь по этой дороге на окраине Киева ей приходится ездить с работы каждый день. Ямы, они везде, просто везде. Вот не знаю, даже дорогу ночью, ту там, или даже там будет вода, ту яму. Это все, это человек остается просто без колес. Мне еще повезло, что я с колесом осталась, хоть с пробитым. И такая ситуация по всей стране. И в городах, и на трассах. Водители шутят, на границах Украины даже демаркационная линия не нужна. Где начинаются ямы на дорогах, там и начинается родина. Моя коллега Галина Якушко лично решила проехать в Польшу. Вот она, дорога в Европу, из Яворова в Будомиш, вся в ямах и колдобинах. Больше похоже на полевую. И так почти 20 километров. Даже наш недорожник внутри качает, как корыто. Дорога, хоть и ужасная, но люди все равно по ней ездят. Едешь сюда, может, 10 километров на годы. Один ужас. Страхополотки выходьте все. Годи рады дать. Спизняем, нема часу. Люди обоштаются. Каждый, Боже, день до первой, до годы, до второй, до третьей ночи. Хотя за ремонт и содержание дорог каждый водитель платит из собственного кармана. И при покупке авто, и на заправке. К примеру, с каждого литра бензина на дорожный сбор идет 6 гривен. С литра дизеля примерно 4, с газа 1,5 гривны. За год набегает более 35 миллиардов. Вот только все они уходили в общий бюджет. И реально на дороги направляли не более 20%. Но в этом году заработал дорожный фонд, куда должны стекаться все финансы. Мы имеем рекордную цифру, 50 миллиардов. Всего недостаточно. Мы хотели набагато больше. И мы понимаем, что эти инвестиции в автошляхи должны быть на порядок выше. Дорожный фонд должен контролировать использование этих денег. Ведь по расчетам экспертов общественной организации «Европатруль», около 40% средств на ремонт путей просто разворовывали. Используют более дешевые материалы. То есть, если там щебень должен быть определенной фракцией, они берут более мелкую фракцию, либо берут бэушный щебень. Откосы, что называется, вот так вот идут. Это означает, что в нескольких местах кто-то чуть-чуть себе асфальта взял. Ведь идеальный ремонт или строительство дороги по-украински – это не только асфальт положить, но и хороший дом начальнику местного автодора построить. К тому же делать качественно не всегда выгодно. Ведь на ямочный ремонт потом можно списывать бюджетные гривны. Только в Киеве за три года латок поставили на 120 миллионов. Кстати, в Европе найти такую латаную дорогу невозможно. В Брюсселе найти яму на дороге практически невозможно. А все потому, что за асфальтным покрытием тут следят. И ремонт дорог качественный, а не ямочный. Тут привычная картина. Плановые работы обычно проводят во время каникул. Ремонтируют быстро. И не просто заливают битум и щебень в яму, а перекладывают поврежденный асфальт. Иногда можно увидеть яму на дороге. Лично я видел несколько. Но обычно через неделю или две их уже нет. Отремонтировали. Все ремонты проводят за казенный счет. Впрочем, как и в Украине. Только в Бельгии в реальности, а не на бумаге. Большинство ремонтов дорог финансируются с помощью разных налогов. Таких как налог на бензин, налог на транспортное средство, дорожный сбор, страховка и так далее. А в Украине, хоть люди тоже платят дорожные налоги, более 90% дорог непригодны для использования. Есть претензии и к трассам, которые отремонтировали в прошлом году. Этим даже в кабине озадачились. Также на украинский рынок пытаются привлечь европейские компании. Для КАС щойно у меня завершились переговоры с одной из самых больших компаний будильных света, компанией Штрабак. Они готовы рассмотреть возможность захода на украинский рынок. Планы украинской власти на ближайшие пять лет очень амбициозные. Это капитальный ремонт всех украинских дорог. Но пока украинские водители вынуждены проявлять чудеса маневренности и объезжать бесконечные ямы. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Галина Якушко, Марьяна Бурякова и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. Почему и в этом году приходится говорить об асфальте, который сходит вместе со снегом? И что ждет тех подрядчиков, которые все-таки скорее обворовывали украинские дороги, а не ремонтировали их? Обсудим с министром инфраструктуры Украины Владимиром Амеляном. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что пришли. В прошлом году на ремонт и строительство дорог ушло примерно 30 миллиардов гривен. По крайней мере, такие данные дает Кабмин. На самом деле 20, но... 20, да, извините. А хотя бы примерная оценка того, сколько было украдено или, ну, пошло не туда. В первую очередь, я бы хотел бы подякувать за этот сюжет. Он действительно объективно отображает нашу реальность. То, что 90% украинских шляхов сруйнованы, мы этого не приховываем. Они не руйнулись последовательно. И дорога, если бы строились, то, что, наверное, было бы строительными. Мы четко сказали, что дорог без денег не будет. Саме с этой метою с 1 сечня этого года работал Дорожний фонд. Мы имеем рекордную сумму, в сравнении с предыдущими годами и, фактически, с десятилетиями. То есть, около 50 миллиардов гривен, заакумировано на 2018 год. Теперь наша мета, чтобы эти деньги были витрачены качественно, чтобы не было коррупции. И чтобы эти дороги послужили не один год. Поранее так строили. Сбудовали на год, а потом уже забули. А минимум на 5, когда поточный ремонт, або средний. И 10 и больше лет, когда ремонт капитальный. С этой метою, каждого года, это не новация 2018 года, но это самое было бы в 2017 году. Все дороги, которые отремонтированы в прошлом году, переверяются. Этого года эта проверка будет посилена. И есть прямая доручная премьер-министра, за которую ему особо благодарен. Будут сформированы группы из некоторых ведомств, в том числе и правоохранных. Будет выезд на место. Причем проверять это будет не только стан дорог, но и проверка проверок. Насколько качественно мы, на самом деле, проверили. Что не было договоренности коррупционные в этих переверках. Как часто бывает. Поэтому мы никому не верим, мы контролируем. И каждая компания, которая была неякостно сделала свой шмат дороги, она будет обязана в рамках этой гарантии усунуть дефекты. И это было сделано в 2018 году. Владимир, вы считаете, действительно, реально в масштабах всей страны заставить отвечать гривны и вот эти нерадивые компании-подрядчики? Вы знаете, мы должны... Я могу предречь вам множество судов, скандалов, травлей в прессе, но только лишь бы вот этого не... Вы знаете, на самом деле, в прошлом году только меньше 5% компаний отказались усовывать дефекты и были обязаны вернуться к судам. И мы сейчас в судах отстояем свою правоту. Все другие в рамках своих денег отремонтировали дефекты дороги. Это четкий тренд, потому что они понимают, что они хотят быть на этом рынке. Ринок стрим-ку развивается. Захид иноземных компаний, которые будут наймать украинцев, давать новые технологии для строительства дороги, есть четким конец. Вы хотите получать работу, вы хотите работать, делайте это качественно, а мы будем контролировать. Ну, положи руку на сердце, украинские компании воруют по-прежнему? Ну, вы знаете, я думаю, что в разы стали меньше краски. Мы не выключаем от того, что есть коррупция, но безумовно на тех масштабах, какая была. И наша мета, чтобы ее не было вообще. И я сподіваюсь, что с залучением прозорных технологий, сейчас и тендеры бывают через систему Прозору, разработкой прозорной документации, контролем с боку, как Министерства Украфадора, так и с боку правоохранных органов, мы сведем коррупцию до нуля. Владимир, мой вам совет. Боритесь за дороги, и тогда украинцы вам, наверное, памятник поставят за ваше министерство. Мы сегодня очень много говорим о работе и эффективности нынешнего парламента. Вот давайте поговорим об эффективности сотрудничества вашего министерства с Верховной Радой. В прошлом году вы подавали несколько законопроектов, которые, к сожалению, Верховной Радой не то, что не были приняты, многие даже не рассматривались. Например, о внутреннем речном транспорте. Но ведь это же тормозит поступление в бюджет, экономическое развитие. Как с этим быть? Ну, вы знаете, это не просто, хотя и позитивные приклады. Буквально поза минулого тижня было принято архив важливый закон про концессионное строительство дорог. Так, у нас есть постоянно опир. Бо весь парламент складывается с людей, которые живут в Украине, которые имеют те или и другие интересы, которые имеют свои виды. Мы стараемся их переконать. И благодаря спорту с европейскими коллегами и с американскими, по законному проекту, про внутренние водные шляхи, мы пришли к консенсусу. Я надеюсь, что он все-таки будет проголосованный в парламенте. И мы получим абсолютно новую индустрию. Это как внутренние водные шляхи, это самый дорогой и экологический вид перевезения вантажей. Так же запустим судно-будивничество и много других сомнений галузей. У нас вопрос залезничного транспорта. Я благодарен депутатам, которые сейчас активно начали работу с его просувствием. Возвращается рамка круглых столов с бизнесом, для того, чтобы мы получили идеальное, близко к идеальному документу. Это все делается. Я не хочу скаржиться, мы стараемся это сделать. Ну, давайте о водном транспорте тоже продолжим. Теперь вот о морской инфраструктуре. Наверное, для вас не секрет. Вот в новостях в последнее время очень много сообщений о том, что перевалка в украинских портах стремительно падает. Переводятся примеры Черноморска, Херсона. Но в порту Южный растет. Вращают внимание журналисты. Не попахивает ли здесь коррупция? Мене тишит те, что насправді в 2017 году это был первый год после провала 2014-2015 годов, когда позитивный рост вантажопоток. На несколько процентов, но вантажопоток взросл. Есть объективные и субъективные причины этого, но есть плюс. По загалом ситуации по портах, мы понимаем четко, что доля государственных стабидоров постоянно скорочивается. Именно поэтому мы выступаем с идеей приватизации или концессии морских портов Украины. Потому что приватный властник будет набегато эффективней. Он может гнучко установить свою тарифную политику. Но тем не менее, мы это делаем уже на уровне уряда. С 1 сентября этого года, благодаря инициативе премьер-министра, на 20% скорочено портовые тарифы и сборки. Это уже факт. Мы дешевлюем перевалку. Мы хотим таким образом отримать больше вантажа, в том числе и транзит. Но пока она падает после страны. На самом деле, у нас трек рост. Первый раз за три последние годы рост. Хорошо. Вообще, говорите, если о задачах вашего министерства в социуме с правительством. Какие вопросы необходимо проработать и утвердить в парламенте в ближайшее время? Какие законопроекты вы готовите? Найважливейший – это пакет семи законопроектов евроинтеграционных, которые лежат в парламенте и очекают их исполнения. Не менее важливый закон про электроавтомобиль. Я надеюсь, что следующего неделя мы все-таки сможем его зарееструвать, потому что это 15 лет развития индустрии абсолютно нового типу, высокотехнологичной для нашей страны. Это вопрос также закону и про такси. Большие другие законопроекты, которые касаются всех сфер жизни и деятельности, но в первую очередь, они лично касаются каждой человек. Ну что ж, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян отвечал на мои вопросы. Подзвон монет. Зачем НБУ отказывается от мелких бумажных банкнот? И не является ли это предвестником еще большей инфляции? Яд предкновения. Может ли отравление бывшего разведчика в Лондоне привести к новой холодной войне? И кто в нее будет втянут? Первые жертвы металлургической войны. Сколько заплатит Украина за решение Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Время копеек заканчивается. Нацбанк прекращает чеканку мелких монет. Но вообще от монет банкиры отказываться не намерены. Уже скоро металлическими деньгами заменят купюры от 1 до 10 гривен. Почему это происходит и почему вообще без реформы самих денег Нацбанк не смог обойтись? Выясняла Любовь Кукла. Металл вместо бумаги. Незабаром Украина отримает новые монеты. В Нацбанке новости. Уходим от мелких купюр. Мы презентуем новые объектов монеты номинальной ваттой. 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты с временем заменят банкноты соответственных номиналов, что сейчас перебывают в обеих. Говорят, новые монеты приблизят нас к Европе. Мол, из-за границы так есть металлические евро. Но на самом деле все не ради евростандартов, а из-за вполне отечественной инфляции и экономии ради. Купюры швидше сношаются. Вообще купюры на 2 гривен, они больше крутятся, больше сношаются. Теперь возникла идея. А давайте так, по прийти заберем, сделаем такую монету. Ихай она дольше там крутится. Дольше это лет так на 20. Раньше мелкие гривни на монетном дворе печатали каждые 2 года. Теперь перестанут. Вместо них будут чеканить гривневые монеты. Бумажные будут постепенно выводить из оборота. Вместе с мелкими копейками. Копейки давно нужно было вывести. Уходить от белой и желтой мелочи в НБУ решили еще прошлой осенью. Хотят оставить только номинал 10 и 50 копеек. Остальные перестанут чеканить и будут постепенно выводить из оборота. Это и понятно, ведь копейка гривню давно не бережет. Это уже деньги без цены. Например, взвернуло, что некоторые люди сейчас копейки наберут. У нас сдача не требует. Просто не хочется с ними возиться. В свой час, когда вводили гривню, когда курс доллара был 1,70 копеек, тогда 10 копейка была грошей. В свое время это 20 лет назад. В 96-м на смену купона карбованцам пришли современные деньги. Гривни и копейки. Из-за них действительно можно было что-то купить. За пятак, спички, за 20 копеек дешевые лекарства, вроде карвалола. А 50 копеек стоил хлеб. Для наглядности, арифметика особенно понятна водителям. В 96-м литр, а 95-го стоило вот столько. 55 копеек. Сейчас такой мелочи на заправку даже заезжать смешно. Но золотое время копейки давно в прошлом. Парадокс, но на чеканку и транспортировку ненужной мелочи государство тратит колоссальные суммы. За 4 года больше 100 миллионов. Хотя сколько денег стоит в изготовлении денег, нацбанки не говорят. Госстайна. Правда, неофициально в СМИ пишут, что стоимость, к примеру, пятакам в 3 раза больше номиналов. Уже остальных, например, в 10, уже выработки на копейки дорожче, чем на копейку. На сегодняшний момент, по-моему, уже все монеты дорожче, чем на, ну, самовар. Потому что металлы, которые украшаются, дорожче. Кстати, если украинские копейки как деньги ценности не представляют, то как металл вполне. На границе даже контрабандистов задержали, которые везли в Польшу полтонны желтой мелочи. Как металлоом ради алюминиевой бронзы. А вот в украинских магазинах монеты уже и берут неохотно. Особенно белые копейки. В этом мешочке у нас 2 килограмма денег. Или 35 гривен мелочью. Тут монетки и по копейке, и по две. Есть пятаки, словом, все то, что скоро исчезнет из оборотов. Но пока не в ходу, попробуем за них что-то купить. Направляемся в ближайший продуктовый. Ялок снимаем на мобильный. Пытаюсь купить йогурт, но не судьба. Девушка, дело в том, что у меня мелочи по копейке. Хорошо. Вот тут 35, но вы что-то не считали. Девушка, я не могу. У меня сейчас очередь соберется и начитать на жилье. Девушки, посчитайте, может, как требуется. Абулёвчик, вы можете 6-12 гривен, я вам что-то проверю. Сейчас людей много набежут, я буду сказать, что это мелочи. Хотя по закону принимать мелочь обязаны. Ведь расчистываться можно украинской валютой любого номинала. Но мы не сдаёмся. Идём в банк. Буду менять килограммы копеек на бумажной гривне, если получится. У вас посчитано всё? Ну, примерно. По кулечкам? Нет, не примерно. У вас должно быть пол кулечка разобрано. 5 копеек? Столько-то. 1 копейка? Столько-то. Увы, здесь не повезло. В банках мелочь берут крайне неохотно. Наша последняя надежда – коллекционер. В интернете часто появляются сообщения, мол, среди копеечной массы можно найти сокровища. Раритетные копейки, которые могут заинтересовать нумизматов. Но и тут разочарование. Можно продолжать находить среди монет, копеек, редкие разновидности. Но я вам скажу так, что я, как коллекционер, за свою жизнь, за 20 лет не нашёл ни одну монету. Николай Амельченко терпеливо посмотрел наши килограммы денег. И не нашёл ничего. Цена наших копеек – копейки. В результате мешочек монет мы решили оставить себе. Из них можно сделать, к примеру, денежное дерево, как сувенир для привлечения богатства, ну или как символ украинской инфляции. Любовь кукла Сергей Дубинин, Оксана Алексеева и Степан Маслов. Подробности недели. Телеканал Интер. Президент Украины Пётр Порошенко официально представил нового главу Нацбанка. Но хотя сотрудники уже хорошо знают Якова Смолия, всё-таки он был исполняющим обязанности главы банка почти год после заявления Гонтаревой об отставке, да и вообще имеет большой опыт работы в банковской системе. Такая процедура всё же обязательно. Важно было и ещё раз подчеркнуть, реальная независимость НБУ должна быть одним из приоритетов государства. Я могу наголосить, что эти четыре года, почти четыре года, возможно, впервые в нашей истории Нацбанк был по-справжнему независимым. Никто из политиков, ни парламент, ни уряд, ни президент, Ольга Алексея может это подтвердить, ни разу указующим передством не давал команды. Або выдавать рефинансирование, або прибирать банк, або залишать банк, або установить ставку, або делать какие-то кроки по фонду гарантирования физических людей. Хотя я делаю всё для того, чтобы поддерживать независимость Национального банка. Ключевая позиция, я уверен, в том, для любого регулятора. Продолжим обсуждать эту бурную политическую неделю в Украине. Юрий Бойко сегодня гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Ну что, смотрите, партии и коалиции, похоже, решили не обманывать друг друга, доверились, сделали несколько кадровых, наконец-то, решили кадровые вопросы, к которым готовились несколько месяцев. Я имею в виду глав Национального банка, счётные палаты, амбудсмайна назначили. Вот как, по-вашему, это новая эра в коалиции, какого-то хотя бы минимального доверия, которое позволит им хоть как-то работать, или всё-таки была разовая акция? Действительно, уровень доверия между остатками правящей коалиции, у нас, как таковой коалиции, нет, очень невысок. Поэтому очень долго шли торги. И стороны пытались застраховать себя от обмана взаимного. Но беда в том, что в это время страдала экономика страны, поскольку пока не было руководителя Национального банка, пока всё катилось по инерции, у нас высушивалась экономика, уменьшалось кредитование реального сектора. А вот это настоящая беда. Не было толчка. И мы не видим, что руководитель Национального банка, который назначен от остатков правящей коалиции, будет действительно независимым. Мы видим, что он будет подвержен влиянию и руководителя страны, и руководителей правительства. Поэтому мы не голосовали. Мы считаем, что Национальный банк должен действительно выполнять две основные функции. Быть независимым. Это поддержка национальной валюты, с чем не справилось предыдущее руководство, уронив её в три раза. И второе, это кредитование реального сектора экономики. Учётная ставка Национального банка сегодня 17%, а плюс проценты за комиссию, 23-24% кредитования, это вообще гибель для экономики. Поэтому у нас была абсолютно чёткая позиция. Национальный банк должен быть действительным локомотивом экономики, а не политическим фактором. И предметом торгов. Понятно. Следующая пленарная неделя. Какие вопросы будут на ней важны для вашей фракции? Что вы будете отстаивать и что предлагать? Первый вопрос, который мы будем ставить, и я считаю, что он архиважен для страны, это пересмотр бюджета. Практика показала, что мы были правы, когда не проголосовали за правительственный вариант бюджета. Невозможно строить полицейское государство за счёт пенсионеров. Об этом говорят все. Ободрали пенсионеров, увеличили выплату силовым органам, и люди по всей стране чувствуют себя обижены. Особенно это касается военных пенсионеров. Поэтому я буду наставить, чтобы был пересмотрен бюджет, снижены тарифы, уменьшены выплаты на силовой блок, а эти деньги отдали пенсионерам, отдали людям, которые требуют поддержки. Это касается, кстати, не только пенсионеров, а всех, кто требует поддержки государства. Все социальные выплаты практически с учётом инфляции уменьшили, а выплаты на силовой блок увеличили. Второй вопрос – это отчёт правительства. Я считаю, что если правительство не представит внятное, понятное обществу программы выхода из кризиса, оно должно быть отправлено в отставку. не имеет права работать больше почти два года в кабинет министров, не отчитавшись за свою работу и не показал, как будет развиваться экономика. Хвалить друг друга – это одно. Рассказывать, какие они хорошие, как они там друг друга оценят. А люди говорят совсем другое. Люди правильно оценивают, что правительство не помогает экономике. И мы это видим, и будем требовать отчёта правительства. Вы говорите о повышении социальных стандартов, я думаю, социальных выплат. Я думаю, этого ждут миллионы украинцев. Но правительство выйдет и, как всегда, скажет. Ну, у нас просто нет на это денег. Это правда или нет? Можно сейчас изыскать эти фиксации? Нет, это неправда. Зачем было поднимать тарифы в 10 раз? Сегодня снизив в 2 раза тарифы, меньше на 30 миллиардов надо денег на субсидии. Эти 30 миллиардов можно направить на социальные выплаты. Выплачиваясь за рождение детей, за поддержку чернобыльцев, за поддержку инвалидов, военным пенсионерам, тем, кто действительно нуждается в поддержке. Второй вопрос. Зачем ходить за кредитами? Зачем ездить в Международный валютный фонд, унижаться, просить кредиты, когда каждый гражданин Украины уже должен сегодня 120 тысяч гривен по кредитам? Если надо просто заниматься развитием собственной экономики, развитием связи с другими государствами, поддержкой отечественного производителя, импортозамещением, всеми делами, вот это задача правительства. И деньги надо искать у себя. Ирина Анатольевич, на этой неделе появились новости о том, что Украина оказалась внизу еще одного глобального рейтинга. Это уровень счастья. Вот по уровню счастья мы в одной группе с самыми проблемными странами Африки. Как вы думаете, вот в чем причины того, что украинцы чувствуют себя настолько несчастливыми? Это произошло за последние 4 года. Действительно, у нас упал ВВП на душу населения, и мы находимся между Марокко и Дзимбабве сейчас. Действительно, по уровню счастья, а это уверенность в завтрашнем дне людей, которая базируется на нескольких показателях. В первую очередь, это экономическое положение, это защищенность со стороны государства, это медицина, это обучение, это коммунальные платежи, тарифы. То есть по всему этому комплексу действительно страна находится внизу, и люди серьезно обеднели. И когда нам говорят о том, что там правительские успехи, там реформы и так далее, вот я им советую пойти послушать людей. Люди отзываются о сегодняшней власти крайне негативно, люди не верят ей, и поэтому закономерно, что вот не ощущают люди поддержки со стороны ни правительства, ни власти в целом. Я думаю, что с этой властью уже толку не будет. Чем быстрее пройдут выборы, чем парламента, президента, чем быстрее будет отправлено правительство в отставку, тем скорее люди почувствуют облегчение. Это власть себя исчерпала. Это видят все. Да, нерадужная пока картина вырисовывается из нашего сегодняшнего с вами разговора. Спасибо за ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блога, был гостем подробностей недели. Мы продолжим. Кабмин начинает переводить льготы в денежную форму. На этой неделе занялись льготами на проезд. И коснутся перемены не только городского транспорта, но и пригородных, и междугородних маршрутов. Теперь вместо формальной возможности ездить бесплатно, украинцы получат ездимесячные выплаты. И чтобы средств хватило всем, правительство обещает провести верификацию льготников. Хочу подкреслить, что мы приняли решение про монетизацию. Нужно сделать верификацию этих льготников. Льготники должны получать возможности для бесплатного проезда. Больше того, функционирование муниципального транспорта, а он належит весь муниципалитетам, это компетенция и повноважение местных органов влады. И законодательство сегодня предпочитает, в том числе финансирование местными бюджетами этих польг. Но что нужно сделать? Чтобы не списывали деньги на польговиков, нужно верификовать. И самое главное, если говорить о монетизации, чтобы люди отримали границами те ресурсы, которые им вызначены. Еще один финансовый вопрос. Так называемые теплые кредиты. Это правительственная программа энергоэффективности, которой смогут воспользоваться в этом году почти 200 тысяч украинцев. Люди могут получить до 14 тысяч гривен на семью. Этими деньгами можно компенсировать расходы на утепление жилья. Мы сегодня ухвалим решение о выделении 400 миллионов гривен на обеспечения теплыми кредитами. Какая программа хорошо работает. То есть мы помогаем реально людям изменять свое соответствующее обладание и быть более энергоэффективными. Задание для нас абсолютно четкое. Мы должны увеличить качество дать послуг, особенно в том, что касается тепла, теплозабеспечения. Но с другой стороны, мы должны обеспечить экономию. Экономию. И вот таким инструментом мы тоже помогаем это работать. Пообещали в Кабмине разобраться и с демпинговыми поставками в Украину минеральных удобрений из страны-агрессора. Временное эмбарго на импорт уже есть. А вот окончательное решение должно быть принято в следующую среду. Еще с прошлого года запретить импорт российских удобрений от правительства требовали в парламенте. Ведь несмотря на принятые антидемпинговые пошлины, российские карбамид и аммиачная селитра сотнями тысяч тонн поступают на наш рынок. А наши заводы из-за этого стоят. За три года украинская государства купила в России химические добрые на сумму 550 миллионов долларов. Это почти 15 миллиардов гривен. Это те деньги, которые покинули Украину и поехали, профинансировали нашего врага, который организовал войну на Сходе, украинской государства. В нас сегодня зупиняются предприятия. Сегодня люди, сотни тысяч семей сидят без заработной платы, не могут нагодовать своих детей. Володимир Борисович, с великой шаной до вас, я прошу зупинити поставку добрых из Российской Федерации и отновить работу наших украинских предприятий и нагодовать семьи, которые сегодня голодуют. Только с начала этого года из-за российской контрабанды бюджет недосчитался 2 миллиарда гривен. Разобраться с незаконными поставками еще на позапрошлом заседании Кабмина Владимир Гройсман поручил первому вице-премьеру Степану Кубеву. Но в Минэкономразвитии лишь провели несколько заседаний комиссии. А незаконный ввоз удобрений, по данным депутатов, за это время только увеличился на 100 тысяч тонн. Немедленно прекратить такую торговлю с агрессором призвал министр внутренних дел. Россия своими предприятиями влаштовывает демпинг и снищает наш рынок. Я считаю, что мы сейчас должны императивно сделать сейчас тимчасовое эмбарго и потом выработать решение. Я прошу это поддерживать. Это вопрос войны, на жаль. Кабмин тут же ввел эмбарго. Мне нужно, чтобы украинцы работали. Прийти сейчас решение о введении тимчасовых обмежений. На следующий уряд внести введение антидемпинговых мид на ту продукцию, яка демпингует наше выработство и снищает галузь. Уже вечером на закрытой комиссии военный прокурор сообщил, что по данным правоохранителей, основные поставщики российских минудобрений в Украину также активно торгуют с так называемыми ДНР и ЛНР. После этого на правительственном комитете разработали новый список кодов, перечень российских удобрений, которые не временно, а постоянно запретят ввозить в страну. Окончательное решение теперь за Кабмином. И другие российские предприятия химические предприятия поставляют, вы знаете, селитро на производство пороха, а потом Россия выйдет войну на Донбассе. Эта коррупция, в частных государственных коридоров, должна быть выкорена. И вопрос национальной безопасности, это самое важное. В попытке сорвать введение эмбарго народный депутат Олег Петренко сегодня обвинил замминистра эконом-развития и торговли Украины Наталью Никольскую. Заступник министра экономики Микольска абсолютно последовательно, абсолютно на всех заходах, связанных с этой тематикой, лоббирует интересы российских производителей минеральных добрых. Что она предлагает? С своей стороны, по этой проблематике, абсолютно синхронизируется с планами производителей минеральных добрых из страны-агресора. То есть, понимание, что российские деньги в Министерство экономики ходят. А явным, официальным таким лоббистом в всей ситуации выступает самая паня Микольска. Доказать, если это не так, депутат предложил чиновнику в суде. Если чиновникам все же удастся сорвать расширение антидемпинговых пошлин и введение эмбарго на российские удобрения на следующем заседании в среду, нардепы обещают самостоятельно перекрывать поставки российской контрабанды в Украину, блокировать железнодорожные пути. Андрей Кровец, Вячеслав Медведев, подробности недели, телеканал Интер. В ближайшие недели Кабмин рассмотрит и новую украинскую космическую программу. Об этом сегодня заявил Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству Верховной Раде. Срок действия новой программы 5 лет. Среди основных задач участия в международных проектах. За конкретное наполнение программы отвечает Государственное космическое агентство. Греция обещает отпустить домой украинских моряков с арестованных кораблей. Сотни наших соотечественников застряли в греческих портах и тюрьмах. Обвинения, которые против них выдвигают местные власти, часто несправедливы и даже толком не оформлены. Кто из них уже в ближайшее время вернется в Украину, выясняла Елена Зорина. Это письмо одному из украинцев в афинскую тюрьму Коридолос. Сестра пишет брату. Приговор для Анатолия Черкасского – 204 года заключения за перевозку нелегалов. На прошлой неделе мы просили дипломатов передать Толе весточку от сестры. А на этой неделе апелляция. И Черкасского полностью оправдывают. Для нас это большое чудо. Мы ждали очень долго, когда он вернется и когда сказали, что уже его отпускают. Для нас это большое чудо. Я сказала родственникам, которые знали, что он там. Все очень рады. Все ждут его возвращения. Таких, как Анатолий, осужденных в Греции за перевозку нелегалов, около сотни. Справедливо или нет, каждое дело индивидуально. Еще почти четыре десятка украинцев ожидают приговоров. На прошлой неделе о них говорили дипломаты. На этой – представители нацполиции, Минсоцполитики и Международной организации миграции. Совместно с греческой стороной обещают разработать механизмы экстрадиции в Украину. А чтобы уменьшить сроки, привлекать украинских осужденных к тюремным работам. Судно уже, я думаю, никуда не длинется, потому что оно все сгнило. Почти полтора года на Крите они ждут решения греческих властей без документов и денег. Семерых украинских моряков подозревают в контрабанде сигарет. Вот предварительное расследование сказали, что претензий к нам никаких нет. С грузом все нормально. Вот ожидайте. Вот мы до сих пор ожидаем, ожидаем. Выживают за счет благотворителей и неравнодушных. Они привозят продукты, воду и все необходимое. Сало привезли мы. Также у моряков появилась надежда на возвращение. Это пообещали дипломаты. Осторожный прогноз до Пасхи. Это два годика. Это как раз перед моим уходом в рейс. Два няшки. Илья и Настя. Жену, детей люблю. Ждите. Я думаю, скоро вернемся. Уже десятый месяц ждут возвращения домой и 16 украинцев из Одессы. Их корабль перевозил оружием. Официально обвиняют в терроризме. Почему? Никто не объясняет до конца. Судовладельцы занимались сугубо судном, сугубо грузом, капитаном. А остальными они не занимались. Теперь корабль стоит в Лаврео. Порт в 60 километрах от Афин. На прошлой неделе на борту закончилось топливо. Поэтому не стало света и воды. Спасает дизель-генератор, но его тоже нужно заправлять. Но с сегодняшнего дня моряков пообещали переселить. Консул Украины в Греции, спольно с почесным консулом Греции в Украине, сегодня должны решить вопрос о том, что до места расположения членов экипажа судна «Меконг Спирит». Я вчера лично разговаривал с паном Бумбарасом. Это и подтвердил, что он готов принять жилье для членов экипажа и обеспечить их мясо. Говорит Пантелеймон Бумбурас о том, что нужно упреждать подобные случаи. По его инициативе в Украине вскоре могут открыться специальные информационные офисы, где будут рассказывать морякам о судовладельцах и работодателях. Я думаю, что будет офис, в котором сидит людей, который будет учить все фирмы, которые есть в Украине. И мы будем узнать информацию, как относятся моряки к каждой фирме. Понимаете? Это секретное, но по-другому будет база информации. Дуже важно пояснивать тут, в Украине, для граждан Украины, что подобные действия не безопасны, что подобные действия приводят на лаву подсудных и могут сломать и сломать доли. Мы обговорим механизмы, каким образом мог бы действовать этот информационный центр. Как все должно выглядеть, обсуждения начнут на следующей неделе. Вопрос нескольких недель, возможно, и освобождение моряков, застрявших на судах в Украине. Это мой отец, я и моя младшая сестра. Уже по всем, кому можно так соскучиться, и по своей одессе, и по родным. Тома ждут родители, любимая девушка. Елена Зурина, Геннадий Аникиенко и Сергей Килимник. Подробности недели, телеканал Интер. Еще одна задача для украинских дипломатов, решать которую нужно немедленно. Это, как ни странно, Соединенные Штаты. Новоамериканские торговые пошлины против импорта стали и алюминия угрожают экономикам по всему миру. И, что самое неприятное, больше других пострадают как раз союзники Америки, то есть страны Евросоюза. Хотя сам Трамп не раз говорил, что собирается ограничить, прежде всего, несправедливые, ну, по его мнению, поставки из Китая. Бьют эти пошлины и по украинским металлургам. Причем влияние здесь хитрое. Да, американский рынок металла традиционный для Украины. И пусть доля на этом рынке у нас небольшая, а прямых убытков будет около 100 миллионов долларов ежегодно, общее влияние все равно окажется еще более ощутимым. Если из Америки уйдет металл из стран Евросоюза и Турции, то логично, что эти поставки могут вытеснить украинские из других традиционных рынков. Ну, то есть сотни миллионов долларов потерь дело точно не ограничится. В Кабмине уже занялись этой темой и надеются, что украинские поставки все-таки не попадут под ограничения Трампа. Причем по тем же причинам, что и поставки из Евросоюза. Все-таки Украина с Соединенными Штатами тоже стратегические партнеры. Потряс американский президент всю планету и своими кадровыми решениями. Госсекретаря уже уволил. Советнику по нацбезопасности отставку пообещал. Причем Рекса Тилерсона, главного американского дипломата и вообще очень респектабельного человека, Трамп уволил всего лишь твитом. Именно из мессенджера американского президента госсекретарь и узнал о решении своей судьбы. Почему Трамп вот так обращается со своими соратниками? Разбирался Дмитрий Анопченко. В Белом доме что ни день, то перемены. Дональд Трамп одного за другим теряет тех, с кем пришел к власти. То ли год назад команду формировал в спешке, то ли просто легко расстается с людьми. Но тех, кто входит в близкий круг, президент не удерживает и не защищает. Личного помощника президента Джона Маккенти отсюда, из Белого дома, вот через эту проходную, в спину вытолкала охрана. Причем не только личные вещи не дали забрать, но даже и пальто не дали надеть. В Вашингтоне в эти дни прохладно. Маккенти один из самых давних членов команды. Он с Трампом был ежедневно с утра до ночи, три года. Казалось бы, сложно найти кого-то, кому тут доверяли больше. Ведь его обязанностью было передавать президенту личные сообщения и отвечать на его звонки. Но в политике нет ничего вечного. Уволен. Чуть раньше это здание покинула Хоуп Хиггс, которая в свои 29 сделала головокружительную карьеру, став директором по коммуникациям Белого дома. Она никогда не давала интервью. Ее имя не упоминала пресса, но решала эта хрупкая девушка куда больше, чем многие министры. Ведь она была очень близка к Трампу. Но в начале марта тихо ушла, написав заявление по собственному. Ни Хиггс, ни Маккенти теперь не дают комментариев и отключили телефоны. Пропали, словно их и не было. Еще одно увольнение тоже не делали бы достоянием гласности, если бы смогли. Замену Рекса Тиллерсона на Майка Помпео в кресле госсекретаря. Официальная причина отставки так и не озвучена. А неофициальные эксперты говорят, последней каплей стало спонтанное решение Трампа встретиться с северокорейским диктатором. Да это будет полная победа Ким Чен Ына. Это особо свою страну 7 лет уже возглавляет. И все это время в полной изоляции. Он никогда с другим мировым лидером не встречался. И тут вдруг Трамп. Слухи о том, что между Трампом и госсекретарем пробежала черная кошка, давно уже ходили. Но только теперь, после отставки, помощники Тиллерсона решились рассказать детали. Мол, шеф с главным дипломатом страны вообще не считался. К примеру, как-то на приеме заставил съесть прокисшую закуску. Мол, иначе китайцы обидятся. И Тиллерсон, топ-менеджер мирового уровня, был вынужден это сделать. И это только один эпизод. Тиллерсону было невероятно сложно, потому что президент намеренно держал его на расстоянии. И когда госсекретарь отправлялся куда-то с визитом и вел переговоры с иностранными лидерами, всегда возникал вопрос, а он вообще взгляды президента озвучивает или свои собственные? Казалось бы, назначение Майка Помпео, человека, близкого к Трампу, должно положить конец кадровым перестановкам. Но не тут-то было. Журналисты из президентского пула рассказывают, в кулуарах Белого дома обсуждают уже как решенный вопрос увольнение советника по нацбезопасности Герберта Макмастера. Причина та же. Дескать, посмел перечить первому лицу. И якобы в апреле он будет тихо переведен на другую работу, после чего и весь аппарат Совбеза перетрясут. Почему президентскую команду так лихорадит? Ведь, казалось бы, в условиях постоянной критики Трампу стоит сплотить вокруг себя соратников. Люди в хожей Белый дом объяснили мне причину. Говорят, Трамп сейчас решение все большего количества вопросов, даже мелочей забирает на себя. В его характере стала проявляться черта руководителя, у которого есть только два мнения. Мое и неправильное. А значит, талантливым личностям, у которых всегда есть к несчастью собственное мнение, президент сейчас предпочитает тех, кто, может быть, и звезд с неба не хватает, но всегда все сделает в точности, как ему сказали, а самое главное, спорить не будет. А при таком подходе череда отставок в Белом доме не скоро закончится. И новостям об очередном заявлении по-собственному удивляться не стоит. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. А вот чего ждать Украине от нового госсекретаря США Майкла Помпел? Мы задали этот вопрос двум украинцам, которые хорошо понимают, как работают и дипломатия, и американская система. Еще один важный вопрос. Продолжит ли свою работу Курт Волкер? Все-таки он был назначен спецпредставителем США по Украине, как раз прежним госсекретарем Тилерсоном. Давайте послушаем, что нам ответил на эти вопросы Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины и неофициальный куратор внешней политики нашего государства. Ну, по-перше, станом на сегодня была лише номинация кандидатури Помпео на посаду державного секретаря США США. Мы ожидаем, что Конгресс где-то в квотне будет рассматривать ее кандидатуру. Но для нас очень важно, что последовательная и тверда поддержка всей американской администрации, позиции Украины в важных вопросах восстановления суверентированной территориальной ценности. И плюс, эта поддержка поддерживается двупартийной поддержкой с боку Конгресса Соединенных Штатов. Поэтому, я думаю, что новый держсекретарь после подтверждения будет продолжать эту политику. Мы приветствуем очень эффективную, профессиональную и широкоформатную деятельность Курта Волкера. Очень важно, что он используется повагой и доверой с боку Белого Дома и особенно президента Соединенных Штатов. Я особо был присутствием на переговорах президента Порошенко с президентом Трампом, на которых также был присутствием и Курт Волкер, который безпосредственно от президента Трампа отримал доручения и в контексте принесения мира на Донбассе, и в контексте инициативы разгортания миротворческой операции ООН на Донбассе. Поэтому мы будем продолжать спортировать с Куртом, и у нас с ними продолжаются развиваться активные конструктивные контакты. А вот ответ от Валентина Наливайченко, украинского политика, у которого отличные связи в Вашингтоне, и который сейчас как раз находится в Соединенных Штатах. Итак, чего ждать от Майка Помпео? Ну, я как раз был, когда был замененный государственный секретарь президентом Трампом. Мы встречались с людьми, которые как раз формовали для нового государственного секретаря первые вопросы порядка дня. И доброе, что мы остановились в этот час в Вашингтоне, потому что вы слышали, и главное, что весь мир и Украина слышали, первые заявы уже нового государственного секретаря и посла США в ООН, тут в Нью-Йорке. Эти заявы очень важны о санкциях против окраинных агрессоров России. Позиция нового государственного секретаря, он на самом деле ястробом в команде президента Трампа. Есть такая, чтобы расширить санкции. И продолжить, главное, расширить и новый государственный секретар, и люди, которые ругают внешнею политикой в Конгрессе США. Это именно те люди, с которыми нам, в Украине, нужно работать. Уже шестое золото и еще два серебра завоевали наши спортсмены на Паралимпиаде в Пхенчхане. Виталий Лукьяненко обошел всех в биатлоне на дистанции 15 километров. Порадовали также Александр Казик и Оксана Шишкова. У них два серебра. В общем же зачете Украина на четвертом месте. Всего у нашей команды уже 19 медалей. С патриаршим визитом в Украину сегодня прибыл католикос всех армян Горигин II. Визит двухдневный. Сначала Киев, потом Днепр. В украинской столице католикос осветил фундамент строящегося кафедрального храма. А завтра в Днепре осветит первую в городе армянскую церковь. Присутствовал Горигин II и на квартальной конференции Союза Армян Украины. Глава Союза Вилен Шатварян наградил его орденом имени Григора Лусаварича. Кстати, Союз Армян Украины признали самой эффективной диаспорской организацией. Ну а Горигин II наградил Шатваряна орденом святого Нерсеса Шнарали, прямо на строящейся площадке храма. Союз Армян Украины, наверное, в мире это единственная диаспорская организация, которая работает со всеми армянами. Посольство, диаспора, наше духовенство тоже. Мы едины. У Союза Армян Украины есть два фонда. Один фонд используется для строительства церквей, а второй фонд используется для, скажем, вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по, скажем, оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие. Нас в этом году признали лучшей диаспорской организацией мира. Хочу поблагодарить Союза Армян Украины и в лице председателя его Елена Шатвуляна пожелать много плодов на таком трудном, но очень необходимом поприще для нашей общины, для нашей духовной, национально-культурной жизни. Большая благодарность нашим прихожанам в аспекте самоорганизации, в таком необходимом для нас русле освящения церкви. И Днепровская наша церковь, она долгожданная, и в Киеве строится. Это подробности недели. Мы продолжаем работу. Наверное, все украинцы уже привыкли к новостям с фронта. Может показаться, что за годы войны на этой территории уже просто не осталось темных пятен. Мест, в которые журналисты приезжают крайне редко и почти о них не рассказывают. Но наш военный корреспондент Игорь Левенок побывал как раз в таком месте. Далее эксклюзив подробностей недели. Луганская область. На военном внедорожнике мы едем туда, где Украина начинается, и где восход солнца можно увидеть первым. Впереди российско-украинская граница. Самая схидная точка, да? Граница Российской Федерации. Двигаемся на восток вдоль линии фронта. Позади остается крайний населенный пункт на подконтрольной территории село Сизое. На холмах справа укрепление боевиков. Армейский транспорт для них отличная мишень. Они все простреливаются, потому что трепут дорогу, проезжают их как можно швытьше. Далее узкий перешеек между Северским Донцом и рекой Деркул. На карте этот участок выглядит так. Слева и впереди граница с Россией. Справа оккупированная территория. Но здесь, посредине, наши военные. Маленький кусочек земли, которую обороняют наши десантники. Особенность этого участка заключается в том, что ребятам здесь, по сути, приходится держать круговую оборону. В той стороне граница с Россией, государством-агрессором. Напротив, уже укрепление боевиков, так называемой ЛНР. На особом складе лежит больше психологичная нагрузка. Потому что ты знаешь, что перед сепаратистами, которые по воде знают, что агрессия может быть. И слева может быть неочекована агрессия. Десантники говорят, участок фронта здесь неспокойный. На оккупированной стороне боевики закрепились в дачном поселке. Прячут там технику и орудия. Запрещенные калибры отводить и не думали. Белый дом у них является как штаб. Чуть, когда они там разговаривают или ссорятся, но что бывает, ну, чутно. Пока царит затишье, но до перемирия было жарко. Враг накрывал эти позиции даже градами. Из самодельных установок – партизан. Слава Богу, наверное, у них не очень фаховцы попалися. Не попали они по нам, но все спрацювали негайно. Заняли оборону, заняли свои места. Ширина участка, который обороняют десантники, меньше километра. Военные не исключают такой стрельбой. Боевики могут спровоцировать еще большее противостояние с Россией. Достаточно будет одного перелета. С российской стороны наши бойцы регулярно слышат гул военной техники. Армейцы говорят, российская сторона их пока не беспокоит. Но повышенный интерес к этому участку у соседей есть. А российская федерация, слабливо, пограничники. Бывает, ну, контакт будет на деколи пограничники, как они портруют свою зону кордону. Плюс летают часто вертолеты вдоль границы, но с нашей по-кордонной службой погоджаются, дают номер вертолета, и мы уже знаем, что все согласовывает. Гости к солдатам приезжают редко, далеко и опасно. Изредка здесь бывает священник. А появление журналистов на этих позициях – настоящее событие. Армейцы уверяют, за происходящим в Украине следят, установили тарелку. В блиндаже чисто и даже уютно. Есть умывальник, компьютер, рабочий и обеденный стол. А рядом под землей бойцы обустроили банно-прачечный комбинат со стиральной машинкой и парилкой. Два-три человека, вольным, скажем, от службы час, на своем дозиле, желание натопили и могут попариться. Все это бойцы сделали сами. Говорят, работа – лучший способ снять психологическое напряжение в окружении врагов. Благо, с обеспечением все в порядке. Наши машины грузовые, военные тяжкие машины идут другую дорогу. По харчуванию вообще проблем нет, форма одежды нет. То есть так же самое, там, запчасти уже, как бы, начали находиться. В своем расположении десантники находят и положительный момент. Они уже дошли до границы с Россией. У нас меньше работы, чем в наших товарищах. Дошли до одного кордона. Ну, еще, скажем, не он не полный. Нужно дойти до полной границы до конца. С Луганской области. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности недели. Телеканал «Интер». Недавно освобожденное село Катериновка Луганской области посетил сегодня президент Украины. Петр Порошенко назвал этот населенный пункт символом, символом мира. Ведь освобождена была Катериновка без единого выстрела. Глава государства пообщался с местными жителями. Конечно, главной темой было скорейшее установление мира и нормальной жизни на Донбассе. Президент объявил и о юридическом завершении антитеррористической операции. Теперь этот формат будет изменен на операцию объединенных сил. Уже назначен и командующий операцией. Им стал генерал-лейтенант Сергей Наев. Я хочу зараз наголосити, что на эту посаду я принял решение призначити генерал-лейтенанта Сергея Наева. За час военнослужбы Сергей Иванович прошел шлях от командира взвода до заступника начальника Генерального штаба Збройных сил Украины. Я видел его на фронте, в АТО, и уверен, что его уровень подготовки и опыт руководства органов военного управления разного уровня позволят ему качественно и ответственно действовать руководство силами и средствами Збройных сил Украины и других военных формований в отличие и стримании российской агрессии против Украины. Даже если они выживут, то уже все равно не восстановятся. Так охарактеризовал состояние Сергея Скрипаля и его дочери, бывший советский химик и разработчик боевых отравляющих веществ Вилл Мирзаянов. На сегодняшний день это единственный публичный специалист по новичку, тому самому яду, которым и отравили Скрипалей. Ну а полиции наконец-то удалось установить, как конкретно новичок попал на территорию Британии. Что еще стало известно по этому делу, расскажет Светлана Чернецкая. Со дня отравления прошло почти две недели и сейчас полиции известно намного больше о передвижениях бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Вот только сам момент покушения отследить пока еще не удалось. Сейчас в центре расследования машина пострадавших. В ней Сергея и Юлия приехали в центр города. И вполне вероятно, что заражение произошло непосредственно в автомобиле. Его обнаружили на этой стоянке и уже отправили на химическую экспертизу. Нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, может использоваться и как жидкость, и как порошок. То есть его могли нанести на дверную ручку автомобиля или закачать через вентиляцию. Мы считаем, что вещества группы «Новичок» работают следующим образом. Сначала это два отдельных компонента. Сами по себе они относительно инертны и нетоксичны. И только в результате смешивания непосредственно перед атакой они становятся смертельным соединением. Следствие выяснило, что этот яд был создан в российском городе Шиханы в Саратовской области. Там находится военный НИИ. И там же дислоцируется мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты России. Хотя разработка и хранение химического оружия запрещены Конвенцией ООН. И Россия еще в прошлом году сообщила, что уничтожила все запасы химоружия. Соединения «Новичок» были разработаны в 70-80-х годах в бывшем Советском Союзе с целью обойти договор о химическом оружии и продолжить работать над запрещенными веществами. Еще одна версия следствия – яд могли подбросить в чемодан дочери Скрипаля Юлии. Она прилетела из Москвы накануне отравления. Спецслужбы подозревают, что вещество могли пропитать подарок отцу или что-то из одежды либо косметики. И Сергей и Юлия уже вторую неделю в реанимации. В сознание так и не приходили. Информацию о нервно-паралитических веществах группы «Новичок» держат в строжайшем секрете. Но точно известно, что они намного мощнее других нервно-паралитических газов, таких как зарин или ВИЭКС. Всего один грамм этого вещества вызывает необратимые последствия, вплоть до смертельного исхода. Вил Мирзаянов – один из химиков, работавших над созданием «Новичка» и, по сути, единственный источник информации об этом оружии. В 1992-м он обвинил Москву в нарушении конвенции, за что был обвинен в госизмене и бежал в Штаты. Я бы даже в самых ужасных снах не подумал, что вещество, над которым я работал, будет использоваться как террористическое оружие. Я вас уверяю, «Новичок» изобрели и произвели тонны его только в России, исключительно в России. Никто в мире об этом не знал. Но Москва категорически отрицает причастность к отравлению. Кремль отказался объяснить Лондону, как секретное оружие попало в Британию. От русских мы слышим очень самодовольные и саркастические отзывы. Для меня это указывает на их вину. Они одновременно отрицают свое участие и гордятся этим. Отравление Скрипаля – способ России показать, что она будет мстить всем, кто ее предаст. В наказание Лондон решил выслать из страны 23 российских дипломата, тех, кого британское правительство считает агентами ФСБ. Также отозвали приглашение главы МИДа Сергея Лаврова и разорвали дипотношения на высшем уровне. Мы дали России шанс объясниться, но их ответ продемонстрировал полное пренебрежение к серьезности этих событий. Они не дали достоверных объяснений, предполагающих потерю контроля над своим запасом нервно-паралитических веществ. Лондон полностью поддержали США, Франция и Германия. В совместном заявлении страны указывают на ответственность России за отравление и призывают Москву раскрыть программу «Новичок». Похоже, что за этим отравлением стоят русские. Подобного никогда не должно было произойти, и мы относимся к этому очень серьезно, как и многие другие. Мы находимся в тесном взаимодействии с британским премьером, и в ближайшие дни я оглашу, какие меры мы намерены предпринять в связи с этой ситуацией. Это впервые со времен Второй мировой нервно-паралитическое вещество было использовано на территории Европы. В НАТО уже пообещали поддержку Великобритании, если она решит активировать статью 5 договора. В ней говорится, что нападение на одну из стран-членов Альянса означает нападение на весь Альянс. Все союзники согласны, что это нападение было явным нарушением международных норм и соглашений. Это недопустимо, и подобному нет места в цивилизованном мире. Москва тем временем готовит ответные санкции, обещает в скором времени выслать британских дипломатов. А на этой неделе в Лондоне при невыясненных обстоятельствах скончался еще один беглый россиянин. Бывший соратник покойного олигарха Бориса Березовского, экс-топ-менеджер аэрофлота Николай Глушков умер в своей квартире. Расследованием занимается контртеррористическое подразделение британской полиции. По результатам вскрытия Глушкова задушили. И еще одна печальная новость, о которой стоит упомянуть. На этой неделе ушел из жизни Стивен Хокинг, один из самых знаменитых популяризаторов науки. И такой статус ему удалось получить, несмотря даже на то, что много лет он не мог не только самостоятельно передвигаться, но и говорить. Специально для Хокинга был разработан компьютер, который помогал ему взаимодействовать с миром. Хокинг говорил, что ему повезло выбрать областью своего научного интереса теоретическую физику и космологию. И все, что ему было нужно для работы, умещалось у него в уме. Наиболее известны работы Хокинга о черных дырах и его публичное выступление в защиту науки и разумного отношения к жизни. Хокинг несколько раз был женат, у него остались дети и миллионы поклонников по всему миру. Многие из них говорят, что именно он побудил их заинтересоваться космосом и поверить, что человечество не может быть заперто на одной планете. Точно так же, как и сам Хокинг, хотя и был ограничен болезнью, но все же не стал узником своего тела. Такой была эта неделя. Спасибо вам за внимание и до встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok